Здравствуйте, меня зовут Валерия Белоус, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Пятницу во Владивостоке презентуют полиграф. В антикафе третье место вы сможете узнать, как устроен детектор лжи. Стать подопытным сможет любой желающий. Тем временем в Краевой флормонии зрителей ждет великолепная ария. Тихоокеанский симфонический оркестр исполнит оперету «Сильва». В Театре молодежи спектакль «Крах» Сергея Руденко, а в Театре имени Максима Горького постановка Андрея Лапикова «Как бы нам пришить старушку». 22 октября во Владивостоке состоится традиционный ежегодный бал, приуроченный к фестивалю искусств «Болдинская осень». Гостей ждут классические музыкальные произведения Штрауса, Чайковского, Шопена, танцевальный интерактив, выступления лучших участников фестиваля, фотоуголок и фуршет. Начало мероприятия в 18.00 в Пушкинском театре. Стоимость участия — 600 рублей. В то же время в ФСК-холле будет выступать эстрадный оркестр МГУ имени Невельского. В концерте в том числе примут участие вокалист Александр Пстыга и ансамбль творческого центра ДВФУ «Талисман-бэнд». А в Краевой флормонии в субботний вечер пройдет комедийный спектакль «Жена на двоих». Постановка двух актеров Дениса Матросова и Дмитрия Орлова. По сценарию герои оказываются запертыми в лифте. Несмотря на враждебный настрой друг к другу, им приходится стать знакомыми, попробовать починить лифт и в итоге отпраздновать 8 марта вдвоем. 23 октября во Дворце культуры железнодорожников пройдет праздник-концерт «Покровская вечерка». В программе танцы, хороводы, народные игры, живая музыка, мастер-классы, ярмарка и многое другое. Вечерка проходит при участии ансамбля народной музыки «Традиция», клуба народного танца «Качели», Центра художественного творчества «Истоки», мастеров Приморского края. Начало в 14.00. Еще в это воскресенье интересное мероприятие в Приморской картинной галерее. Актрисы Екатерина Кучук и музейщики приглашают на вечер народного романса «Проснется день красы моей». А на Приморской сцене Мариинского театра «Опера в трех действиях. Кармен» спектакль исполняется на французском языке с русскими субтитрами. На этом пока все. Увидимся на культурных площадках города и до встречи на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok